Девушки отдыхают «Хухоль». Волнуешься? Да. Потому что я всегда лажаю. Да. Подписывайтесь на канал, дальше пойдет. Именно. Расскажи немного о себе, о своем карьерном пути. Ну, сначала я учился в МГТУ имени Баумана на кафедре У7 технологии разработки программного обеспечения. Пока учился, пошел работать. Начал с двух научно-исследовательских институтов. Это Институт общей неорганической химии и Курчатовский институт. Занимался различными вопросами, начиная от оцифровки аналоговых сигналов, заканчивая задачей промышленной безопасности, оценкой столкновения самолета с высотным зданием. Когда закончил, уже заканчивал институт, в бане познакомился со своим будущим заказчиком. Вот. И пообещал, что напишу для него клиентское приложение для проекта Фотфайл. Вот. Написав этот код, дальше уже организовалась команда. Фотфайл. И мы начали делать сервис, который назывался Сматриком. Собственно, для РБК, как для заказчика. Запустились примерно в одно время с Рутюбом. Написали сервер вещаний, который, по сути, делал трансляции в реальном времени, UGC-трансляции. Вот. Где-то в районе 2009 года уже появился в качестве заказчика Иви. Параллельно я преподавал, начал преподавать в Бауманском. Собственно, в своей же кафедре начал преподавать курс технологии командной разработки программного обеспечения. В 2012 году компания Иви сделала мне предложение, от которого я не смог отказаться. И меня вместе с моей командой купили с потрохами. Мы перешли работать в Иви. Уже в качестве не аутсорсной команды, а в качестве инхаус-разработки. Я стал техническим директором Иви. С тех пор мы избавились практически от всей аутсорсной разработки. Если сейчас прибегаем к аутсорсу, то это скорее аутстаффинг. Вот. Ну и параллельно я продолжаю преподавать в Бауманском. И вот в этом году еще одно интересное начинание. Мы запускаем в МАИ, собственно, вместе с Мэйлом, с Авито. Запускаем новую магистрскую программу, где мы курируем вопросы как раз менеджмента. То есть будем готовить продактов и проектов. Иви – это сервис, который занимается видео. То есть это онлайн-кинотеатр. Правильно? Видео нужно… Много технических сложностей, правильно? Видео надо подготовить, его нужно распространить, его нужно показать. А какая из этих частей наиболее сложная? Ну, наиболее сложная – это, наверное, чтобы все это работало вместе. Вот. Потому что каждая часть по отдельности нафиг никому не нужна. Очень много сложностей связано с тех, как тот или иной видеопоток воспроизвести на конкретном устройстве. Потому что ты не всегда можешь написать свой собственный плеер, который точно твой формат будет воспроизводить. В вольности и в кодеках, и в контейнерах очень много. На это все нужно наложить историю с сетью, с плохой сетью, историю с доставкой. И плюс еще статистикой все это обмазать, чтобы работало, чтобы ты понимал, а на самом деле ты качественно абонент обслуживаешь или нет. При всем при этом рядом появляется большое количество микросервисов, которые занимаются обработкой, по сути, задач бизнес-логики. И, поскольку мы занимаемся легальным контентом, очень много вопросов, связанных с бизнес-логикой в взаимодействии с правообладателем. Вот что написано в договоре, то мы должны, по сути, закодить. И тут шаг влево, шаг вправо, он, в принципе, не подразумевает. Надо либо передоговариваться с правообладателем, либо кодить так, как написано в договоре. Это как раз, наверное, самое сложное, потому что логично тебе вроде кажется сделать по-другому, а вот законодательство нашей страны считает иначе. То есть самые большие ограничения сложности в вашей работе, они не технические, а юридические. Они не юридические, они логические скорее. То есть они в тех договоренностях, которые есть между нами и правообладателями, между нами и рекламодателями. То есть здесь такая квинтэссенция сильной переговорной стороны и технологий. Конечно, очень здорово, когда ты пишешь опишечку, а все по ней работают. Вот. Но так не всегда получается. Есть партнеры, которые более крупнее, чем ты, и тебе приходится придумывать архитектуру, которая бы вроде как не очень тебя самого раздражала, но при этом выполняла те функции, которые бизнес на нее возложил. Предположим, задачу, да, вот опять же про подготовку, доставку и отображение контента. Сейчас довольно популярны начали становиться телевизоры с ультравысоким разрешением. 4К и тому прочее. При этом не везде, где люди покупают эти телевизоры, есть достаточно широкие каналы для того, чтобы обслужить контент такого качества. Как Иви будет работать вот в таких условиях неидеального канала и огромных разрешений? Сможете показать? Здесь, опять-таки, всегда ищется компромисс между тем, чтобы... Ну, то есть, на самом деле, да, хороший 4К-шный контент по-хорошему, ну, там, нужно вещать там, ну, не меньше, чем там, в 20-30 мегабит. Вот. При этом честных 20-30 мегабит, ну, мало у кого есть. Вот. Особенно, там, если речь идет про какие-то там дачи или удаленные населенные пункты, где связь, там, через, там, 3G или LTE. И дальше, ну, ты начинаешь придумывать. Окей, вот смотришь. Ну, вот в среднем надо бы пролезть, ну, мегабит в 12. И начинаешь подбирать параметры кодирования для каждой единицы контента отдельно. Там, пересобираешь FFMPEG, покупаешь какие-то железки, которые занимаются транскодированием, смотришь, а кто работает лучше. Пишешь свои нейроночки, которые вытягивают качество изображения. Экспериментируешь с кодеками, экспериментируешь с контейнерами. Но самая большая проблема заключается в том, что оборудование, которое есть сейчас в современных телевизорах, то есть люди не всегда доводят кабель до своего телевизора со Smart TV. Потому что проще его повесить и есть Wi-Fi. А Wi-Fi и вот последний метр – это самый большой враг. Потому что, как минимум, Wi-Fi модули в большинстве телевизоров не очень. А во-вторых, это канал, который подвержен помехам. Ваш сосед включил свой любимый ламповый телевизор или включил свою любимую микроволновку или стиральную машину, которая стоит как раз за стеночкой, и у вас качество сигнала упало. И дальше начинается самая большая проблема – понять, а кто виноват. Абонент открывает спид-тест и видит, вот смотрите, у меня 50 мегабит. При этом эти 50 мегабит – это до его оператора, который у себя поставил одну из нот спид-теста. Вот. А дальше оператор может экономить. Могут быть у него какие-то проблемы с выходом не во внутреннюю его сетку, а наружу. И вот сначала исследуй последнего метра, последнего километра и так далее до своих серверов, чтобы понять, а где собственно чья зона ответственности. Вот это самая большая сложность для того, чтобы доставить тяжелый контент. Как часто вы проводите такую аналитику? Да, на самом деле практически ежедневно. Потому что у нас есть куча всяких метрик, которые позволяют нам понять, насколько качественно, да, то есть с какой скоростью видео стартовало. То есть это с момента, когда человек нажал на кнопку play, до того момента, когда он увидел первый кадр. Дальше ты считаешь количество столов или буферизации, да. То есть сколько человек секунд увидел лоудер. Каждый видеопросмотр анализируется на предмет того, сколько там было буферизации, сколько буферизации в час, какой у него был битрейт. Дальше все это смотрится в разрезе регионов, провайдеров, времени суток и прочее, прочее, прочее. Это непрерывный процесс. У нас есть специальный отдел, который, по сути, занимается счастьем пользователя в вопросах видеопросмотров. Так и называется отдел счастья пользователя? Он называется стрим-видео. У нас есть концепция value-стримов, что каждое направление бизнеса, оно имеет свою команду. Есть ребята, которые занимаются подпиской, есть ребята, которые занимаются рекламой, есть ребята, которые занимаются непосредственно видеопросмотрами. То есть все, что начинается от момента того, как ты нажал на кнопку play, пока ты находишься в контексте плеера. Наверняка у вас есть система рекомендаций, что посмотреть. Как она у вас работает? На самом деле по-разному. Мне нравится, как она работает, вот кому-то, может, не очень нравится. То есть всегда рекомендация — это такая довольно сложная тема для дискуссий. Да, ее можно качество рекомендаций измерить по конверсии, по длительности просмотров. Но есть еще какая-то история про вауэффект и про общую удовлетворенность. То есть есть качественные, есть количественные исследования. Работает у нас она следующим образом, что мы собираем все, что можем собрать о пользователе. Самое важное для нас — это, в принципе, его неявные высказывания относительно того или иного фильма. То есть он может сколько угодно поставить ему там звездочек в оценке. Он на самом деле досмотрел его до конца и пересматривает по 20-30 раз. У Netflix было очень классное исследование, в котором они доказали, что люди, которые минусуют фильмы с Адамом Сэндлером, постоянно их смотрят. Им просто стыдно признаться, что они им нравятся. И вот с рекомендациями как раз то же самое, что ты... Человек никогда не признается, что вот он смотрит там сериалы на канале НТВ. Это не модно, но он их смотрит. И вот здесь у тебя такая дилемма между тем, что классно, модно, стильно и современно, и тем, что действительно нравится. Может кто-то Бэмби пересматривает. Вот. Поэтому мы анализируем просмотры пользователей, анализируем оценки, анализируем поведение. После этого рассчитываем из этого всего похожесть единиц контента между собой и группируем пользователей по каким-то кластерам, похожих между собой пользователей. Имея всю эту информацию, мы получаем, по сути, вектор персональных рекомендаций в реальном времени для каждого пользователя. И уже из него нарезаем по довольно нетривиальной логике подборки, которые бы этому пользователю понравились. И сортируем их по релевантности. Ну, это интересный вопрос. Вот вау-эффект или количественные метрики для бизнеса? Это прям очень интересный вопрос. Ведь если человек смотрит сериалы на ТНТ, но не хочет себе в этом признаться, наверное, у него есть образ, которому он хочет соответствовать. Если вы ему будете рекомендовать сериалы на ТНТ, как он к этому отнесется? Ну, тут все зависит от того, во-первых, какое потребление. Если речь идет про большой экран, который висит в гостиной, и вокруг человека сидят гости, кто-то пришел к нему, они сели посмотреть вместе кино. Это один вопрос. Если он наедине с собой в мобильном устройстве или просто этот экран его индивидуальный, там картина совсем другая. Сложнее история с профильным смотрением, когда за одним большим экраном в гостиной пользуются и мама, и дети, и папа, и у каждого свои предпочтения, и они пользуются одним аккаунтом. И вот вычленить, кто из них, кто сейчас перед экраном, ну, очень сложно. Без того, чтобы явно спросить их. Да, могут очень неловкие рекомендации получиться. Ирочку исключаем из рекомендаций, потому что, да, действительно, они получаются очень неловкие. Помимо рекомендаций, точнее, даже, наверное, как часть системы рекомендаций, наверняка вы как-то подбираете похожий контент. Ну, это связанные вещи. Да, если мне нравится одно, то вы, скорее всего, покажете похожие. А как вы находите эти фильмы? Ну, здесь, на самом деле, мы используем практически все пути, то есть все данные, до которых мы можем дотянуться. Начинали мы с того, что мы смотрели, какие фильмы смотрятся вместе. Да, то есть вот этот пользователь смотрит определенное множество фильмов. Да, и вот эти пользователи объединяются примерно в группы. И вот через пользователя, через связь контент-пользователь-контент, ты можешь понять, какие фильмы похожи друг на друг. Это одна история. Вторая история – редакционная работа, когда редакторы размечают контент, тегами, категориями, жанрами, текстовым описанием. Это второй источник данных. Третий источник данных – это любые имбеддинги для моделей машинного обучения. Мы берем данные из текстового описания. Мы берем данные из постера. Мы берем данные из видеопотока. И все это позволяет нам наилучшим образом описать близость фильмов между собой, чтобы самим понимать. Я правильно услышал. Сейчас простым языком скажу, что вы даете нейросетки смотреть фильмы, и она рассказывает вам, какие из них друг на друга похожи. Да, если очень грубо, то да. И довольно с неплохими результатами. Сеточки прекрасно отличают анимацию, причем даже разную анимацию друг от друга. Фильмы с, ну, например, с одними и теми же сценическими, ну, там, режиссерскими приемами от других. Цветовые гаммы там и все вот эти вот вещи. На самом деле это моя интерпретация того, как обучилась та или иная сетка. По-хорошему, это просто вектор, да. То есть вот у меня есть фильм, который с помощью там определенного ибединга характеризовался вот таким вектором. Дальше в многомерном пространстве эти векторки каким-то образом находятся близко или далеко относительно друг друга. И когда у тебя есть и история о том, какие пользователи что смотрят, и история о том, как профессиональные редакторы и люди, которые разбираются, в отличие от меня в фильмах, описали этот контент. И имбединги, вытащенные из постеров. И имбединги, вытащенные из текстового описания фильма. И оценки там на каком-нибудь IMDB. И имбединги, вытащенные из видеопотока. И, может быть, из аудиодорожки. С аудиодорожками очень фиговая корреляция получается. Но мы делали такие подходы. И вот у тебя есть очень много данных. И действительно оказывается, что ты можешь понять, какие фильмы похожи друг на друга. И с определенной долей вероятности можешь сделать предположение, что похожие фильмы могут быть интересны людям. Ну, то есть ты посмотрел один фильм, вот этот на него похож, возможно, он будет тебе интересен. Там и данные про бюджет, про кассовые сборы, про страну, в которой фильм был выпущен, про персонали, актеры, режиссеры, сценаристы и прочее. Вся эта информация о фильме, мета-информации у нас есть. Здоровущая база, которую мы собираем уже там 10 лет. Отсюда, ну, в принципе, по похожей системе рекомендаций, очень, я сейчас очень упрощенно говорю, по похожей системе рекомендаций работает, в принципе, тот же самый Facebook, например, да, YouTube. Ну, все берут, до чего могут дотянуться и каким-то образом это используют для своих корыстных целей. Не создает ли это некий пузырь вокруг пользователя, информационный, когда пользователь не может получить какие-то новые впечатления, новый контент, который он еще не видел? Это тоже одна из задач рекомендательной системы по ротации контента, который мы показываем. То есть вот, по сути, это не явная обратная связь. Если вот мы показываем тайтл пользователя, он на него не прореагировал, показываем его на следующий день, он его увидел, мы это себе в статистику записали, но он на него не прореагировал, значит, что-то мы делаем не так. И, значит, система должна адаптироваться относительно вот этого неявно высказанного недоверия к рекомендациям. Рекомендательная система звучит как очень, ну, является, вероятно, очень важной системой. Ну, это ядро. Да, в вашем проекте практически и психолог, и кинокритик все в одном. Не мог бы ты на доске нарисовать архитектуру этой системы, как она устроена? Да, без проблем. И рассказать о ней подробнее нашим зрителям? Без проблем. Нарисуем маленькую диаграмму последовательности. Это наш пользователь, его время жизни. Это время жизни сервиса Иви. Соответственно, пользователь регулярно со своего клиентского приложения отправляет асинхронные события, которые сохраняются нашим бэкэндом в здоровущем хранилище. Держим мы это все в вертике, в хадупе и в кликхаусе. Разные колоночные базы данных и распределенные хранилища. Каждое для своей цели. Дальше, когда пользователь приходит за рекомендацией, нам нужно каким-то образом вернуть ему вектор персональных рекомендаций. Откуда он берется? Берется он оттуда, что вот у нас есть хранилище, в котором раз в какое-то время мы насчитываем, ну, например, там раз в день, мы насчитываем вектора, точнее, матрицы похожести контента. Да, то есть насколько контент близко или далеко находится друг от друга. Таким образом, мы получаем здоровущую разреженную матрицу. Вот. В зависимости от того, как пользователь смотрит контент, что мы знаем об этом контенте. Вот. А дальше вступает в работу, собственно, блок рекомендательной системы. Эта матрица помещается в памяти распределенного хранилища. И когда приходит непосредственно запрос от рекомендательной системы, происходит следующее. Происходит запрос по-хорошему в хранилище, и мы вытаскиваем всю информацию о данном контенте. То есть, на самом деле, есть два типа рекомендаций. Есть content-to-content рекомендации и рекомендации content-to-user. Content-to-content – это когда мы говорим, что вот этот контент похож на вот этот контент. Когда пользователь заканчивает смотреть один фильм, нам нужно показать ему следующий, который похож на то, что он сейчас смотрит. А есть рекомендации content-to-user. Сейчас я рассказываю про content-to-content. Лезем сюда, получаем быстренько вектор рекомендаций, выкидываем отсюда вот тут вот те фильмы, которые он уже смотрел, или которые недоступны на его платформе. Вот. И возвращаем здесь вектор персональных рекомендаций. В случае, если нам нужно показать ему content-to-user рекомендации, происходит все несколько хитрее. Поскольку рекомендации мы показываем подборочками, то да, конечно, мы лезем сюда и в данном месте контекста мы уже знаем информацию о похожем друг на друге контенте, но нам в том числе нужно наложить историю просмотров пользователя на данные о похожести контента. Пересекая и объединяя эти данные между собой, добавляя данные по просмотрам, данные по лайкам, дизлайкам и по явным фидбэкам пользователя относительно контента в виде оценок отрицательных, мы делаем здесь довольно сложную колбасу, которая позволяет нам выдать вектор персональных рекомендаций ровно в той последовательности, которые максимально релевантны будут для нашего пользователя. Соответственно, здесь возвращается вектор персональных рекомендаций. Вот этот вот расчет, он складывается из нескольких векторков, да, то есть у нас есть здоровущая разреженная матрица, да, с какими-то значениями разреженной, потому что отношение каждого фильма с каждым вычисляет, ну, характеризуется определенным расстоянием. Вот, есть вектор персональных рекомендаций каждого пользователя, точнее, не персональных, вектор его просмотров и действий. И дальше мы вот этот вектор с этой матрицы определенным образом женим, таким образом получая вектор персональных рекомендаций. А дальше вступает самая интересная история, как это все нарезать на подборки. Почему? В нашем интерфейсе мы выводим не просто последовательные фильмы, а мы выводим фильмы пачками. Там, например, все фильмы о животных, или фильмы для женщин старше 30-ти, или фильмы с Брюсом Вылесом. Абсолютно по любому признаку фильмы и сериалы группируются в подборке. И, с одной стороны, тебе нужно получить вот этот вот самый вектор персональных рекомендаций, а с другой стороны, тебе нужно его нарезать. И особенно принимая во внимание тот факт, что у нас 5000 вариаций различного Иви. Иви для андроида в Казахстане, Иви для iOS в России, Иви для смарт-ТВ на Украине и прочее, 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 прочее. Все вот эти вот вариации, по сути, это свое подмножество контента, в зависимости от которого ты должен показать доступность. То есть ты знаешь о том, что вот да, человеку надо порекомендовать вот это, дальше вот это нужно нарезать на подборки, так чтобы подборки между собой не пересекались, и потом выкинуть оттуда еще, или сначала выкинуть оттуда еще то, что будет доступно. Таким образом, вот, да здравствует линейная алгебра, да, там, третий или второй курс университета, когда нас научили работать с матрицами и векторами, вот, на самом деле, в жизни пригодилось. Вот, если коротко, то так. Было мнение когда-то, давно, что кино убьет театры. Ну, то есть появится с распространением кино, люди перестанут ходить в театры. Потом, что телевидение убьет кино. Потом, что интернет убьет телевидение. В общем, такая серия убийств, которые не состоялись. Что будет следующим убийцей, по твоему мнению, в этой череде? Вот, все то, что ты назвал, это направление в развлечениях, которые конкурируют за внимание человека. Вот, с точки зрения телевидения, история с потоком. За тебя все тебе предложили, что смотреть подряд. Есть понятный способ доставки. Он тебе прост и приятен. С точки зрения видео по требованию, примерно те же яйца, только в профиль. Просто способ немножко другой. Да, ты можешь в любой момент там нажать на паузу. Да, ты можешь выбрать фильм, который ты хочешь. Но история с телевидением, оно сложно убиваемо. Как бы воспитали поколение, которое, и не одно, которое научилось потреблять контент таким образом. И по-хорошему, часто они и выбирать не хотят. Они хотят нажать кнопку, и чтобы что-то произошло. А дальше это уже вопрос. То есть, что называть телевидением? Называть телевидением, что ты включил телевизор, нажал на кнопку, и оно пошло. Что там внутри происходит, для пользователя все равно. Для зрителя. Для него важно, чтобы у него картинка сменялась. Будет это наш сервис, будет это там линейные телеканалы, или там есть телепатия, да пофигу. Ну то есть, что будет удобней, то оттянет на себя какую-то часть внимания потребителей контента. Но все они, скорее всего, однозначно не умрут. Потому что уже есть воспитанная привычка, привычка потребления. Привычка потребления так быстро не меняется. А вы работаете над какими-нибудь перспективными направлениями, кроме текущих? Ну, у нас есть целый отдел R&D, который занимается различными шизофреническими исследованиями, начиная от того, что, а как научить тот или иной телевизор воспроизводить что-то странное, что он не умеет воспроизводить, заканчивая увеличением видеофайла с битрейтом в 1 мегабит до битрейта в 20 мегабит, чтобы сочность и качество картинки было хорошее. Это с одной стороны. С другой стороны, периодически посматриваем на различные VR-истории, которые, скорее всего, может быть, будут востребованы, а может быть и нет. Потому что вот на примере 3D модная маркетинговая штука, на волне которой продавалось довольно большое количество оборудования, но она не пошла. Потому что неудобно потреблять, нужно что-то надевать. Ты не можешь гладить одновременно в 3D-очках. Вот. А если говорить про VR-шлемы и прочее, ты... Пока это вот в таком массивном и неподъемном виде, скорее всего, массово... Ну, то есть внутри развлечений для взрослых это прям очень классная и востребованная штука. Такого контента полно. Поэтому снимать для широкого зрителя пока таких полнометражных фильмов нет. Но сейчас куда все движется? Либо большее количество пикселей, дальше мы можем пойти вглубь, посмотреть, а глубина этого пикселя — это история про HDR, да, то есть когда ты цвет кодируешь не там четырьмя байтами RGB плюс альфа-канал, а когда ты увеличиваешь количество бит на один цвет, палитра становится более глубокой, количество цветов больше. Придумывают телевизоры, уже они сейчас есть, которые воспроизводят большее количество цветов. Вот. Это история про там Dolby Atmos, Dolby Vision и все вот эти вот HDR-модные штуки, которые там сейчас воспроизводят, ну, процента 3-4 телевизоров, но люди ради сочной картинки покупают новую технику. И это сейчас техника движется в вопрос меньшего размера по толщине, лучше передачи красок большего количества пикселей. Новое устройство — это круто. Это большие экраны, высокая плотность пикселей, но есть очень много контента, в общем-то хорошего контента, да, который, мягко говоря, не подходит для этих огромных экранов, огромных разрешений. Что вы с этим делаете? Ну, есть простой путь, когда ты приходишь к правообладателю и говоришь, у тебя там где-нибудь на полочке не лежит в нормальном качестве, можешь нам дать пленочку, мы сами что-нибудь поделаем. Вот, как правило, не работает, потому что, ну, если тебе уже дали что-то фиговое, оно вот такое, в общем-то, и есть. А дальше ты можешь с видеопотоком, по сути, сделать многое, да. Вот мы занимаемся экспериментами с улучшением качества картинки. У нас, собственно, ребята, которые занимаются машинным обучением и компьютер-вижн, они обложились ГПУшечками, вот, обучили энное количество разных нейроночек и пытаются из, там, контента с высотой 480 пикселей сделать, например, 4К. И это получается. Вот, да, на это уходит довольно сейчас довольно много счетного времени, вот, и пока еще это не заточено на то, чтобы ты нажал одну кнопку, вот сюда закинул единицу контента, с другой стороны получил, ну, видеофайлик, там, не знаю, в MP4, например, там, да, с другой стороны получил классную сочную картинку в, не знаю, там, HD 1080 или UHD. Вот, но эксперименты у нас такие есть, часть контента обрабатывается. Следующий шаг, который мы будем предпринимать, это как раз будем развлекаться с обучением моделей, которые бы нам делали из обычной RGB-палитры HDR. Ну, то есть, либо же раскрашивать черно-белое видео. Сколько у меня, сколько мне еще нужно ждать, чтобы посмотреть, например, не знаю, день независимости в супервысоком качестве? Ну, я думаю, что сейчас в наших реалиях это примерно двое суток на единицу контента. В нашем шоу есть традиция. Гости задают вопрос нашей аудитории, а за хорошие или правильные ответы делают подарки. У тебя есть такой вопрос? Да, конечно. Вопрос будет следующий. Почему Иви называется Иви? И что получит человек лучше всего ответа в шоу? Я думаю, что шоколадку и 3000 рублей на личный счет Иви. Для того, чтобы можно было купить подписочку или в фильмике посмотреть. Отлично. А теперь Блиц. Каким супергероем ты хотел бы стать? Человек завтра. Мак или винда? Мак. Биткоин покупать или продавать? Не верю в эту историю. Пока на территории нашей страны пока нет нормального прозрачного вывода. Какую книгу ты прочитал последней? Ученики Ворона. Какую книгу ты бы порекомендовал нашим зрителям? Ну, доки надо читать. Хорошо. Последнее мобильное приложение, которое тебя удивило? Стики. Наступит ли когда-нибудь такой момент, что тебя заменит робот? Надеюсь, нет. Офис или удаленная работа? Лучше офис, но если нет возможности всем работать в офисе, значит, организация работы распределенной команды. Стартап или крупная компания? Все зависит от целей. И той, и другой компании. Последний вопрос, немного провокационный. На что тебе не хватает твоей зарплаты? На возможность каждый день перемещаться в произвольную точку мира. Какой твой любимый фильм? Дэдпул. Спасибо за интересные ответы. С нами сегодня был Евгений Расинский, технический директор компании ivi.ru. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока. Всё!